И сейчас с нами на связи наш корреспондент в Краматорске Алена Грамова. Алена, приветствуем тебя. Сообщалось, что разбор завалов в кафе затрудняет большая монолитная плита, под которой могут быть люди. Удалось ли ее сдвинуть и какая ситуация на данный момент? Здравствуйте, коллеги. Нахожусь сейчас на месте событий. И вот буквально мгновение назад проехала специальная техника, проехал большой кран, который, собственно, исправлялся сегодня с этой плитой. Коллеги, чуть ранее, буквально с самого утра и до обеда мы здесь находились. И действительно была большая сложность, цельная большая конструкция, которая не давала возможности спасателям проводить операцию. А в тот же самый момент была информация о том, что по-прежнему есть люди без вести пропавшие и сотрудники этого заведения. Поэтому, конечно, старались всеми силами эту плиту поднять. Сегодня нам глава города сказал, что более 10 часов ушло на то, чтобы действительно что-то придумывать. Мы видели, как опускали этим краном технику специальную, вот бурили ее. Вот вы видите сейчас на этих кадрах. Это сегодня утром я и находилась здесь. В общем-то, ситуация, конечно, непростая, коллеги. Вчера в момент этого удара мы тоже находились в этом заведении с моим коллегой, с нашими друзьями, волонтерами из Нидерландов. Так получилось, что мы приехали после съемок. И так как уже работаем здесь достаточно большое количество времени, появляется своя дружба, знакомые. Каждый раз, когда приезжают иностранные коллеги, иностранные волонтеры, да и вообще наши волонтеры, всегда стараешься встретиться, узнать, как дела. В общем, война, она объединяет нас всех, объединяет все страны, объединяет людей, журналистов, волонтеров, военнослужащих. И вот в момент этого удара мы находились здесь, коллеги. Сегодня я видела то место, где мы сидели. И в ужасе, на самом деле, от того нам просто вчера повезло. Водитель мой, мой коллега получил небольшое осколочное, то есть не осколочное, а стекло, которое немного повредило там лицо. Также волонтеры, которые были вместе с нами, тоже легкие порезы. Мы выбрались и еще в этот момент старались оказать помощь тем, кто здесь находился. Вот мой коллега, допустим, он оказывал помощь женщине с маленьким ребенком. Они были напуганы, тоже порезы, ссадины, но удалось их быстро вытащить. Вот вы видите на кадрах-то. Буквально вчера сразу в первые минуты я сделала это видео. Ну что я вам хочу сказать. Вот недавно появилась информация от главы города о том, что 11 человек пострадало. И по всей вероятности, действительно, это результаты того, что эту плиту удалось сдвинуть. И там нашли тело еще одного человека. Кто это, женщина или мужчина, или сотрудник заведения, мы пока еще не знаем. Но сегодня уже появились фотографии, памятные фотографии погибших людей. И вот только 5 человек среди сотрудников. Я увидела на этих фотографиях все достаточно молодые люди, все, кто работал здесь, официанты и бармены. И хочу сказать, что вчера эта девочка, которая нас обслуживала, которая буквально за 2 минуты до этого удара принесла нам счет. Она тоже в числе погибших. Администратор, который мило нас всегда здесь встречал и спрашивал, ребята, все ли хорошо, все ли вам нравится. Потому что это место было, любимое место иностранцев, коллеги. Но это не секрет, что сегодня у нас здесь работает и проживает очень много иностранных, в связи с массовой информацией, много волонтеров. И, естественно, люди, когда не имеют возможности приготовить дома, не имеют времени, в гостиницах, допустим, нет такой возможности, они всегда приходили сюда для того, чтобы поужинать, пообедать, здесь можно было и позавтракать. Ну вот такая вот ситуация произошла, коллеги. На самом деле вчера было не просто и нам, и психологически у нас очень сильно был поврежден автомобиль, пока мы отвезли моего коллегу в больницу, там наклали два шва. Но, однако, чуть позже мне удалось уже поговорить о тех эмоциях, которые испытали наши друзья в момент удара. И сейчас прошу послушать, что прокомментировал Фрэнки, и еще расскажу, что это волонтер из Нидерландов. Это ужасно, я очень злой, я даже не могу сказать, что я чувствую на самом деле. Это очень плохо, потому что это гражданский объект, это не производство. Я даже не знаю, что сказать. Ну вот здесь сейчас спасательные работы продолжаются. Мы знаем, что еще примерно два человека находятся под завалами. Я могу небольшую вам экскурсию провести перед тем, как перейти к следующей информации. Это, собственно, само заведение вот сейчас позади меня. Такой торговый комплекс, который находится рядом, тоже весь поврежден, как вы видите. До полномасштабного вторжения коллеги, это был целый развлекательный комплекс, здесь был и ночной клуб, и вот с этой стороны, сейчас здесь не видно, однако вот буквально с этой стороны находился еще один вход в ресторан. И это такой level, zero level, нулевой этаж. И вот в тот момент там тоже находились люди, и вход был обвален, и оттуда вот доставали людей. Но, насколько я знаю, там пострадавших нет, потому что все-таки они находились достаточно глубоко, как в укрытии. Цельное здание с обратной стороны, это выход на одну из центральных улиц города, пострадали торговые площади. Это вот сейчас поймете, к чему я подвожу. Там ходились торговые площади, и такие достаточно популярные бренды, которые выехали с начала полномасштабного вторжения. То есть магазины были закрыты, и поэтому людей там не находилось. То есть это было, ну, пустующее было здание абсолютно. Это я подвожу к тому, что, коллеги, это не военный объект, вы прекрасно понимаете. Рядом только жилые многоквартирные дома. А позади вот можно увидеть здание большое, это гостиница, которая уже трижды страдает от обстрелов. И я не знаю даже сколько людей, которые там арендовали какие-то помещения, в этой гостинице, сколько раз они уже приходили и забивали эти вылетевшие окна, либо фанеру. А вот, конечно же, это не было военным объектом, и это большущая трагедия сегодня для города. Очень многие эту трагедию сравнивают с трагедией, которая произошла 8 апреля, это обстрел железнодорожной станции. Потому что и количество погибших, и пострадавших, и в целом, понимая, и я вчера своими глазами видела, сколько в этот момент здесь находилось мирных жителей, очень много детей, много женщин, молодые люди, которые просто от усталости, от этой войны, в отсутствии возможности в этом прифронтовом городе, достаточно далеко находящемся в тылу, хоть как-то жить, хоть как-то выйти на улицу, хоть как-то встретиться с друзьями, к сожалению, многие из них уже не смогут этого сделать. Коллеги, есть информация, конечно, от СБУ о том, что есть подозреваемый, но я думаю, так как уже это чистосердечное признание все слышали, это уже неподозреваемый, а преступник. Прошу послушать следующую информацию, уже официально. В 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе «Рива» было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей. Такое чистосердечное признание человека, который совершил такое преступление. Сегодня в это военное время непростое время для всех городов, для всей в целом Украины и для всех городов Донецкой области. Коллеги, есть здесь еще такая зона, специально отведенная для близких, которые по-прежнему здесь сидят. Днем их было гораздо больше. Не ожидали информации о своих близких, которые без вести пропали. Это тяжелая очень картина. Ты просто можешь догадываться, что сейчас в сердцах этих людей. Сейчас по-прежнему здесь находятся люди. Я просто этот участок не показываю, потому что тяжело смотреть. Люди плачут. Они целый день здесь находятся для того, чтобы получить хоть какую-то информацию. Конечно, хотелось бы верить в то, что те, кого здесь достанут, лучше бы уже не доставали, лучше бы не было этих потерпевших, нашлись эти без вести пропавшие люди, чтобы все были живы. Еще раз хочу напомнить, что получается 11 человек среди мирного населения погибли. Более 60 человек получили ранения, обратились за помощью в больницу. Три человека были тяжело ранены, были отправлены в Днепр, где им оказывается необходимая помощь, проводятся операции. Мы знаем о том, что среди иностранных наших коллег-журналистов тоже была девочка-переводчица, они сидели буквально рядом с нами, вот до происшествия мы их видели. И от серьезнейших травм девушка впала в кому, ей тоже проводили операцию. Ну и спасательная операция продолжается. Простите, очень тяжело говорить, коллеги, не только потому, что мы здесь находились вчера в этот момент удара, но и в целом просто это самая настоящая трагедия, которая вновь посетила Краматовск. Продолжение следует...